У тебя Локал Рекординг. Удачи! Давай. Итак, у нас здесь... Доброе время и суток, я включил тут запись, поэтому надо со всеми поздороваться, кто будет смотреть вот. Последний пик за колами, и это Визаж. Ой-ой-ой, как интересно. У Na'Vi пикнули Дарксируй, ферст пиком. Отличный пик, но потом, на самом деле, на мой взгляд, отдали сильную такую игровую и вообще связку из Фуриона, Тайтхантера, ещё и Марва сверху, то есть теперь легко будет довольно-таки драться. Хотя бы два вот этих ульта Тайтхантера с Фурионом уже серьёзно. Плюс Морф, это, конечно, непревзойдённый практически в Доте 2 лейт герой. Очень сильный и трудно будет, возможно, здесь в лейте Na'Vi, поэтому Na'Vi надо решать проблемы пораньше. И у них есть Пудж от Денди, за которым мы сейчас, наверное, будем пристально наблюдать. От него здесь крайне многое зависит. То есть если Денди попрёт, если он сможет сделать свои, повторить свои подвиги, точнее говоря, на ИСРЦ, где всем известная история происходила с одним китайцем в минуту, если Денди сможет также разойтись и попрёт его на хуки и вообще на всё остальное, то могут здесь Na'Vi не дать колам вообще развернуться. Так, хвост у нас, естественно, на Бону Флеттере. Лайт оф Хевен, Лост у нас на Дарк Сире. Пупей на Эль Шаке. Смайл на Веномансере. И Даню на Пудже. Идут они в лес колов, куда идут колы тоже. Здесь у нас Хмайк на Венге, Флаффенстав на Визаже, Тиси на Морфе, Монтана на Тайде. И Фурион, кто единственное не пошёл никуда, Джею, он Фурион. Ой, офигенный посох у Джея. Ладно, не о посохе дело. Тут встреча может быть в лесу. Na'Vi очень агрессивно заходит. Они знают, что они... Ну да, они, в принципе, сильны очень на первом уровне, поэтому они ничего не боясь. Въезжают в этот лес, ставят вот здесь этот вард, который, кстати, не блочит. По идее, если я ничего не путаю, вот этот респ он не заблочит. Этот вард здесь просто для Вижена. Он и этот респ не блочит, естественно. Поэтому такой вот просто вард. Это облегчает жизнь этот вард Лосту, который будет стоять на Слорн. И чтобы Лост видел, если к нему будут отсюда заходить, он будет видеть. А, ну, собственно, не будет Лост ничего видеть, потому что этого варда тут больше нет. Надо было его ставить, наверное, где-то здесь, Na'Vi. Снизу Монтана находит Хвоста, Хвост находит Монтана. Не знаю, Пупей может подставить Монтану, могут они побить. Конечно, они убьют жирный этот Монтана, но вынудит там выпить какую-то фласочку, съесть тангу. Ещё ударчик, ударчик. Монтана будет стоять на Слорн, Хвост будет стоять на Лёгко, его будет защищать Пупей. Смайл будет, видимо, с Лостом изначально что-то делать. Это такая нормальная фишка. Ставить дабл-лайн на сложную. Такой вот, когда Манстер помогает немножко Дарксиру, Дарксир стоит. Хотя я не знаю, как Смайл будет помогать. Конечно, если они выйдут чуть-чуть вперёд, могут они жёстко потерпеть. Тут такой дэмэдж будет, тут станчик, волна и просто Сол Ассампшн. Кто придумал название этого скилла, просто оторвать. Руки, ноги и ещё что-то. Дэнди на Пудже 4-1. Против него Джею 1-0. Молодец, Дэнди, уже выигрывает линию. Сильно боится его Джею, на самом деле, ну, как бы понятно, что Пудж опасен. Ну, не до такой степени, чтобы вообще на таком рейнже стоять. Дэнди авторитетом давит просто Джею. Уже не авторитетом, теперь он просто его давит. Ой, как-то я... Да, я в лучших традициях пропустил Ферсблат, но я просто не ожидал, что можно сделать Ферсблат. Что могут сделать Дарксир с Веномансером Ферсблат против трипл-лайна. Тем не менее, молодец. Лост и Смайл вообще не потеряв даже хитпоинтсов, просто сделали Ферсблат. Красавцы. Красавцы, нечего сказать. Надо быть мне внимательней. Третий матч уже за сегодня и... Начинаю я подтупливать. Монтана нормально, кстати, стоит здесь. Впрочем, потому что Пупей ушёл куда-то. Зачем-то он тут ходил, думал, может как-то помочь Дэнде сделать фраг на ниде или ещё что-то придумать. Может быть, делал какие-то даблспаны. Нет, вроде ничего не сделано. Куда-то он ушёл. Находит Хейст. Мог бы к Монтане забежать. Монтана без Вижена, кстати говоря. И Пупей отлично бежит. Можно здесь прижать Монтану. Включает Диаболик. Да, и больно, Монтане. Больно, больно. Надо сейчас попасть станом. Пупей, давай, давай, Пупей, Пупей. И попадает станом. Красавчик. Так, Пупей вместе с фатом делают отличный фраг. Немножко повезло, конечно, Пупей здесь на хэс. Ну, кого это волнует, собственно. Повезло и повезло. Фраг-то не отнять у нас. 1-6 Дэнди тем временем. 6-2 Джею. И ведут у нас с Нави. Уже тысяча, близко к полторы тысячи перефарм. Это за счёт того, что на миде хорошо фармит Дэнди. Здесь неплохо себя чувствует. Лост. Хотя, мало у него крипов, зато ферзблат. Ля-ля-ля. Оп, добил крипа. Нет, не добил. Плав добил. И убегает. Здесь Пупей отпулил крипов. Так, вот интересно, съел он здесь деревца, отпулил. Хотя, ещё никакой разницы нет, но тем не менее. И хвост, естественно, фармит тоже хорошо. У него фрифарм. Ему никто никаким образом в Хана Монтана не мешает. Хотя, одного крипа он заденавил. Ну, не бог весь что. Тси. Ой, Смайл здесь подставился. Может умереть. Да, отлично даёт ему лост здесь. Хорошо тут сейвить может лост от Смайла. Если Смайл вот так вот подставится, конечно, не было бы это Дарксир. Мог умереть. Мог умереть здесь легко. Смайл. Но он спас его лост. Собственно, что у нас тут по динаймам? 18, 19, 18. 20, 20, 19. Ну, видно, что сильно по крипам уходит вперёд Дэнди с хвостом. Подсобрались ребята. Напомню тем, кто не знает, не видел, может быть. Хотя, я думаю, большинство смотрели игру. Нави Айджи первая игра. Fluff and Sub забирает сверху тем временем Виномайстера. И на лоста ещё здесь нападают. У Иксмайка не будет маны. Не будет, но лост может умереть. Тси. Ещё удар, ещё тычка. Нет, лоста уйдёт. Нет, не уйдёт. От визажа не уйти. Огромный ренж вот у этого скилла. Солна Сумшен. Вот тут даже видно, какой это ренж. И он добивает. Добивает лоста. Тем временем снизу Хану Монтауна зато забирает пупеи со хвостом. И вообще, сумасшедший экшен какой-то на карте происходит. Здесь спокойно могут сейчас Тавр, наверное, забирать на Ви. Могут, могут, не могут. Не знаю. Потому что крипы вот такие вот куда-то ушли. Вообще непонятно зачем. Но сейчас Глиф. Поюзали Глиф у нас колой. И сейчас просто с Диаболиком спокойно Тавр заберут. В это время здесь никакой угрозы нет у ласту. И Смайл нормально здесь сейчас стоят. Хотя сейчас вдвоем умерли. Не очень приятно ошиблись. На миде в это время Дэнди. Дэнди пока не заметен в игре. Ничего, он никого не убивает. На миде он Фуриона убить не может. Пытался, видно. Тут хуки он кидал. Но убить никого не смог. Шестой левел получил. Тем временем банку. Несет. Ой, куча всяких артов. Наверное, скорее всего, это все. Дэнди тут его и ворды ему тоже привезли. Чтобы он их расставил. И его же стик, да, и банка. Есть у него ульта у Дани. Что он сейчас будет делать? Поглядим. Пока я смотрю, на карте ничего особо не происходит. Хотя сверху какая-то атака планируется вроде. Тут два друга стоят. Ждут они ошибки от ласта, чтобы убить его. Но ласт не ошибается. Ласт стоит аккуратно. Дэнди выпил полностью баночку. Отправил ее перезарядиться. Но, несмотря на все это, по деньгам 2000 нави ведут. Сильно перефармливают основные персонажи у нави. Ласт получает ста, но ничего страшного. Дэнди дождался ночи. Такой, оп. Чух-чух-чух-чух-чух-чух. Пошел на руну. Руну не нашел. Вард поставил. Снизу Хейз взял пупей. Побежит куда-то. Но здесь Монтану уже вряд ли отдаст. Монтану толстенький. На миде Дэнди хотел как-то поймать, попробовать Джея. Но Джея аккуратно стоит. Нормально, хорошо действует. Не дает Дэнди он себя вытянуть. Какой-нибудь иной китаец бы уже подставился под хучок. Но американцы явно более опытные по борьбе с пуджами ребята. Чаще видят Джею, наверное, пуджа где-нибудь в паблике. Поэтому не подставляется. Да, не подкрипов пока добивает. 34-14 у него. 34. Денает 40. Снизу снова забирают Хану Монтану. Пупей с хвостом. Нет, у Хана здесь варда. Мне кажется, он уже пожалел, что сам себе не купил их. Вот лучше бы вместо ботинка вард купил, поставил бы куда-то. Потому что Пупей его здесь постоянно приходит и убивает, и убивает, и убивает. Монтана уже умер здесь 3 раза. Конечно, много. Тем временем здесь колы никуда не двигаются. В отличие от того же Пупей, который роумит по карте. И неплохо у него это, прямо скажем, получается. Здесь колы просто на линии стоят. Может, мог сейчас лост подставиться под стан, мог и умереть. Но контролировал он ситуацию, далеко стоял Денди. Летит сюда Денди, отлично. Сейчас можно что-то сделать. Но трудно будет, потому что сюда и Джей тоже прилетел. Но они не знают, что здесь Денди. Денди надо сейчас как-то, наверное, попробовать что-то сделать. Да, и он пробует. Отлично, вытягивает флафы, убивает моментально. Флафанстав умирает, но правда сюда вкатывается ТС. На лоста атака. Лост должен погибнуть. Погибает лост, к сожалению. Размен 1 в 1 и минус тавер. Ну, оп-оп, Денди, Денди, хорош Денди, просто красавчик. Что творит этот львовский разбойник? Отлично убил он сейчас. Не зря тренируется он в паблике каждую вторую игру на пудже. Вот эти его хуки, которые он отменяет. Не каждый игрок умеет так играть на пудже, как это делает Денди. И Денди демонстрирует это еще раз. Отличные 2 кила. И не пришел бы сюда Денди. Сейчас здесь закончилось бы все намного плачевнее. Скорее всего, просто отдали бы тавер. И, возможно, кто-то бы еще и умер. Без каких-либо разменов. Но Денди разобрался здесь хорошо. Не хватает у Дани маны. Хорошо! Он вытаскивает еще венгу. Кидает ей баночку. Венга умирает. И заряжает банки 2 себе Денди еще. Жалко только на руну. Его не проперло здесь. Не появилась руна. Снизу ее украл Хан Монтана. Но Денди полностью оправдывает своего пуджа. Отлично не забирает, правда, баночку. Но, я думаю, надо следить сейчас больше как раз-таки за Денди. В первую очередь от него сейчас много зависит. Он уже все отлично делает. И может наращивать. Теперь он свою доминацию. Здесь хвост напал на Джею. Но как-то вообще не понятно, что здесь делает хвост. Кстати, как он здесь оказался. Но вот как-то оказался. Напал что-то на Джею. Немножко побил его. И куда-то дальше пошел. Даня пока перезаряжает банку. Не способен никуда идти, потому что у него маны нету толком. Разменицы собрались с товарами здесь на ВИП. Правда, сейчас они поймают ультры от Фуриона. Прямо скажем, не очень приятно это так ловить ультры от Фуриона. Много хп Денди потерял. У него, конечно, есть баночка. Он ей лечит и сейчас еще принесет себе банку. Восстанавливает ей хп. Быстро забрали очень тавер снизу. Еще имеют все возможности отдепить с... Денди пытался закинуть какой-то такой блайндхук. Это называется вслепую куда-то под тавер. Но не проперло. Никого там не было. Продолжают пушить здесь нави. Денди занял отличную позицию. Здесь вообще стоит вард. Вард это вард навишный. Поэтому нави здесь видит все. А вот Денди никто не видит. И вытаскивает он Джею. Не хватает маны. Точнее, не хватало маны. Но поздно среагировал. Даня тоже нервы, наверное, не знаю. Не среагировал. Он сразу не начал есть. Понял, что поздно. Не достает уже рот до Фуриона. И отбегает Денди. А это был, наверное, его еще один килл. Очередной мог сделать сейчас Даня. Отличный хук. Но не среагировал он почему-то. Сразу. Может быть лаганул что-то. Я не знаю. Ну, в итоге, на самом деле, момент сейчас не за нави в последнюю минуту. Потому что тавр они снизу потеряли. На миде не забрали. И никого убить не смогли. Впрочем, все равно нави ведут в игре. 7-3. В их пользу. По таврам проиграют 1-1 тавр. Но это не важно. 3000 денег в их пользу. И 5000 уже экспы. Это хорошо. Сейчас смогут тавр они все равно забрать на миде. Спокойно. Подойти. Потому что глипа нет. Они это прекрасно знают. Впрочем, колы не хотят отдавать этот тавр без боя. Но, что бы они там не хотели, Пупею под Суржем не помешало ничего забрать. Здесь Дэнди притягивает отлично Хану Монтану. Он умирает. Правда, Дэнди тоже умрет. Здесь еще Икс Майк убегает. Ну, блин, тут уже Мека. Икс Майка полетили с Мекки. Здесь еще Флаффа пытаются убить. Флафф уходит. И размен 1-1. Дэнди выкупился моментально. Прилетел сюда. Хочет он. Я Дэнди, я не хочу сидеть в таверне. Я хочу хукать американцев. Поэтому он снова здесь. Отлично. Он видит просто Джею, который там что-то завтыкал и просто умер. Отлично, Даня. Ну, реализовал он свой выкуп. Потому что, если бы он сейчас никого не убил, возможно, не стоило выкупаться. Но, уверенно, он повел себя, выкупился и сделал килл еще. И ТС. Отлично притягивает ТС и снова убивает. Правда, умрет, наверное. Нет, не умирает. Уходит, уходит. Даня 150 ХП. Не было маны у Флаффа, чтобы добить его с Соло Сэмпшена. И... Дэнди. 5-1-1. Красавчик. Ему тут налили маны. Кто-то налил. А, нет, он просто стики выпил, поэтому он у него фуллмана и Дэнди дальше. Идет просто в такую дикую агрессию играет. Хукает. Отлично. Хукает Фурион. И Фурион еще раз умрет. Просто не успевает появляться американцы. Они как их убивают. Дэнди, это уже начинает напоминать финал ЕСВЦ на самом деле. Монтана здесь еще умирает. И Дэнди просто... Ай, я его хукну. Хорош, Даня. Просто как в тире. Ему дают попытки, попытки дают Дэнди. И он практически не промахивается. На Украине неплохо со снайперами. Всем известный Маркелов тоже редко промахивается. И Дэнди, слава Майрика, покоя не дает. Он, к тому же, в одной команде играет. Инвиз сверху. Это, кстати, сейчас возьмет Даня Инвиз. И, возможно, сразу его заюзает и куда-то пойдет. Может быть, нет. Ну, в любом случае, посмотрим, как здесь будут действовать Нави сейчас. У них же есть хвост. Не будем забывать. Он как бы не очень заметен в игре. Но это довольно логично. 12-я минута. Пока не время Бон Флетчера. Бон Флетчер здесь фармит. У него уже есть обливин. 1,600. То есть, в принципе, он недалек от Архида. А Дэнди действительно завязал сразу Инвиз. И пришел на свою позицию. Вот с этой позиции он уже вытягивал американцев. Крови им попортил нормально. Хочет он Джею хукнуть. Джею не подставляется. И посылает он в сторону Нави пеньков. Который начинает его бить. А, ну, правильно. Здесь он просто стоял на центре все это время. Его тут видели. И не получилось. Не получилось сейчас у Дэнди. Но ничего страшного. Ничего страшного, потому что свои 6 киллов и 2 ассиста он уже поимел. И это все чисто его личная заслуга. Все эти киллы и ассисты. Это все были первоклассные хуки. И, кстати, Дэнди нифига. Он не собирается сдаваться здесь. Он просто идет наверх. Чувствую, что кто-то должен прийти дефить верхний тавр. Дэнди уже тут. Не хватает здесь, конечно, варда какого-то Нави. Сейчас можно было бы хукнуть. А, вот Дэнди сам его себе ставит. Отличный вард. Сейчас можно кого-то на полпути поймать. Чувствуют колы. Очень аккуратно начинают играть. Ульт появился у Ханы Монтаны. У него не было у Тайтхантера. А, и улетает просто. Флоттенстав сюда. Не успевает Хана Монтан. Дэнди нет, успевает. Отличный, на самом деле, слаб. Блин, и Дэнди здесь, наверное, должен умирать. Умирает Дэнди. Умирает еще. Лост не умирает. Здесь хорошо, хорошо разбирается пока Нави. Нет, умирает еще Лост. Правда, вразмен это все на Фуриона. Хорошо, здесь Пупей прожигает. И Хвост пришел. И TC надо убивать. Да, убивает TC. Отлично он и выйдет. Правда, стан. И 3 в 3 размен. Размен 3 в 3. Остался жив TC. Остался жив Хвост. То есть основные лейт силы, лейт потенциал. Такой, на кого здесь расчет в игре оба живы. И, в принципе, купил рецепт на архит уже Хвост. И у него... Ой, хочет он убить Флафа. Но Флаф отлично, кстати, делает Флаф здесь. Опа. Что-то Хвост заигрался здесь, по-моему. Да, я до последнего не хотел говорить, что Хвост сейчас умрет. Но что-то как-то переоценил он свои возможности. Все-таки Бонфлетчер это не антимаг какой-то, да. Антимаг бы никогда бы не умер в такой ситуации. Но Бонфлетчер нет блинка. Да и вообще у него мало что есть пока что. В любом случае, я так понимаю, Хвост успел купить архит. Да, успел. И теперь 14 минут, в принципе, очень быстро. Будут проблемы не только теперь с Пуджом, который может выцеплять где угодно. Тенни тут заметили. Опять же, синтри стоят по всей карте по какой-то причине у Колов. Крутые. Иксмайк не боится он здесь ходить, а я бы на его месте боялся бы. Но он здесь байтит, на самом деле. Да, Иксмайк здесь байтил на себя. Дэнди летит сюда Фреон? Нет, не летит. Дэнди возвращается. Бегает просто сумасшедший Батчер. Бежит, 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 бежит. Ладно, просто нажму на него, потому что с ним связано все самое интересное. Какое решение сейчас примет Дэнди. Но он понимает, что его видит, он как бы уже понял, потому что его там бьют пеньки по всему лесу. Даже в Инвизе. Он понимает, что ни шага не ступить без Вижена. Намид тем временем стягивает с Нави. Ну, давит Нави. Противника своего не дают им. Да, вот отлично стягивает здесь лост. Иксмайк, Иксмайк может кого-то слапнуть. Нет, не стал слапать. В общем-то, на халяву. Сейчас забрали легко Иксмайка. Отдался он. Мог, наверное, он слапнуть Тайда. А, но Тайд был без ульта, правильно. Поэтому не стал он слапать. Тайда бы так, чтобы на халяву забрали. И лучше решили они пожертвовать. Пожертвовать Вингой, чем Тайду. Ну, хвост здесь бегает уже с Архидом. Очень больно бьет. Особенно, если съест какого-нибудь крипа. Вот сейчас он не съел крипа. Если съест крипа, у него дэмэдж будет 250 где-то. И какого-нибудь Марфа, например, он убьет. Не дав ему вообще ничего сделать под Архидом. Вот он убивает, кстати, реплику. Ничего не дав сделать репликейту Марфа. И Марфу теперь не получится вернуться спокойно. В то же место, откуда он улетел. Пупей, что имеет. Нормально, кстати, имеет Пупей, так. Не знаю, что фармит. Булдсоун, наверное, или аганим. Но, чтобы он не фармил, денежка у него приличная. Артефакты хорошие. Поклейкаем тут еще Дэнди. Ну, закончился такой триумф Дэнди начальный. Ну, отлично, он там отыграл все начало. Первые там 10... Точнее, не первые 10, а с пятой там, не знаю, по 15 минуту отлично Дэнди выдал такую просто серию замечательных хуков и вообще всего чего угодно. За счет него. В первую очередь прижален Na'Vi колов, которые теперь... Вот, не знаю, что им делать, поэтому какие-то пытаются сделать вылазки такие в смоке, но ничего у них не получится. Естественно, Na'Vi контролирует все, просто держится вместе под товарами, никуда не лезет. Сейчас перестали подставляться просто колы под эти хуки Дэнди, но Дэнди еще покажет себя, я думаю. Он уже очень толстый, вот он уже 1600 хп, здесь на самом деле забирают Рошана, я не показывал, как будто бы я прям... А, как будто они в арене сидят, и я не показываю, как забирать Рошана, но на самом деле... Просто как-то я не стал обращать на это внимание. Забирает Морфен Каэгис, на самом деле, Na'Vi здесь... Ну, не просчитали эту ситуацию совсем никак, долго очень не было на карте колов, и можно было бы уже, наверное, обратить на это внимание, пойти помешать. Помешать Na'Vi, конечно же, могли с Дарксиром. Дарксиру достаточно поставить туда стенку, которую почему-то у Ласта, кстати говоря, нет. Будет он ее качать на 10-11 уровне. Мне кажется, что стоит брать первый уровень стеночки и пораньше. Но, ладно, не так это критично. Но, в любом случае, если бы там просто стянул бы, например, Ласт их всех под Рошана, туда какой-нибудь Пупей закинул бы Станчик, уже можно было бы выиграть Драку. Но не успели они этого сделать. В любом случае, что уж теперь сказать. Неплохо здесь и Колы отыграли. Колы все-таки хорошо играют в Тотум. Бежит просто Тенди опять на хосте. Он все время под какими-то рунами чекает. Ой, что-то он... Что-то он, короче, притянул какую-то иллюзию или что-то. Типа того. Нападает сюда Джей. Ой, как он отлично поймал Хвоста с Пупеями. Здесь не дают заультить. Да, дали заультить все-таки Флафтенстафу. Хвост просто умирает моментально. Ничего не успеет кастовать. Пупея тоже заберут, к сожалению, для Пупея. Здесь Бенди хукнул Флафтенстафа, съест его. Размен пока 2 в 1. Будут здесь гнать Колы теперь. Будут здесь гнать Колы теперь Нави. И Смайл здесь трудно будет уйти. Ему может дать лост, наверное, Сурш. Ласта кулдаун. Дэнди в это время убивает слева просто Тайтхантера, которого там оставили. И кто еще кого здесь будет догонять, непонятно, да? Может быть, Дэнди будет догонять всех Колов. Ну, Дэнди, к сожалению, пока далеко. Кстати, Курас Смайл здесь как-то смог отковыряться и просто уйти. А вот Ласта поймали. Ласта поймали, Ласт просто... Блин, не знаю, был близко к тому, чтобы убить всех. И вот была бы у него стеночка, поставил бы хотя бы первого уровня стенку сейчас по этим трем героям. Например, мог бы действительно убить он Вингу и Фуриона. Как бы это не было смешно, стенка наносит 150 дамага. Отлично, Дэнди здесь дождался просто еще одного фрага. Ну, все-таки красавчик, как ни крути. Вот такие решения принимает Дэнди. Отлично, очень красивый. Он просто ждет свои фраги. Никто не ожидал, что Дэнди будет там. И могу напомнить, что размен был вот здесь вот 2 в 1. После чего Дэнди забрал вот здесь одного и вот здесь одного. И, в общем-то, размен стал 3 в 3. Потому что здесь умер Лост. Но Дэнди со своими конкретно индивидуальными действиями свел всю эту ситуацию к 3 в 3. Разве что единственная такая проблема общего характера, что умер Хвост. Это все-таки тот герой, на которого рассчитывают на Виллайте. А Морф не погибал. Но у Хвоста, правда, артов уже на данный момент намного больше, чем у Морфа. Он может себе позволить, наверное, еще пару раз умереть. И только тогда его Морф догонит. Но, конечно, не стоит еще пару раз умирать. Потому что Морф, наверное, побоюсь себе... Побоюсь, точнее говоря, предположить. Но я буду прав. Морф сильнее, чем был в Флетчер Виллайте. Как ни крути, Морф намного сильнее. Поэтому лучше всегда держать Морфа на один шаг позади, как он сейчас и является. Здесь в Хана Монтана, в инвизии, возможно, на Ви об этом не знают. Но, в инвизии, еще нет у Хана Монтаны ульта. Поэтому ничего на Ви не угрожает сейчас. Так. Формят здесь просто пока все. Как немножко игра затихла. Ну, Колы, в общем-то, понимают, что у них Морф, у них Фурион, у них Дайтхантер. И, в принципе, они уверены в самом Лейте. Правда, на Ви тоже уверены, потому что у них есть Дарксир. И он вообще частенько меняет все игры. И нападает здесь на Хвоста. Нападает здесь на Хвоста. Есть ли просветка или что-то? Нет, Хвост отлично уходит. Пока уходит. Ну, да, уйдет Хвост. Хорошо, вовремя среагировал он. Услышал он, наверное, вообще, что к нему летит Фурион, я так понимаю. Потому что, иначе непонятно, как он так сорвался с места. Но очень вовремя и очень правильно побежал. Не в сторону Фуриона, а вот наверх, именно от всех. Куда-то он скрылся. Не смогли его там поймать. Он уже на миде. Кстати, он сейчас имеет шанс кого-то поймать. На миде, например, вот этого GAU могут поймать здесь на Ави. Они здесь... А, вообще, Хвост просто какой наглец. Какой наглец. Нормально. Они тут пол Тавра откусывают. Вообще, ну, неплохо. Неплохо заехали, на самом деле. Так вот. Было 1600, только что Тавра Сал, 600. Так. Смайл всё ещё в смоке. Всё, окончаются смоки. Наверное, вот смоки что-то бегали. Пытались кого-то поймать, никого не получилось. Тавр только они поймали. Дэнди идёт на позицию. I'm in position. Но нет. Понимает он, что, наверное, не стоит ему на такую позицию выходить. Хотя бы куда-то свернуть. Не. Не будет он так рисковать. Потому что если его одного поймают, несмотря на его 2100 хп, развалится он быстро. И вот в толпе убить его будет очень трудно. Потому что, конечно, зафокусить пуджа такого, это дорогого будет стоить. Колу, но это придётся им всё туда вписать. И за это время, конечно, их какой-нибудь лиджрак разорвёт. А с другой стороны, не будешь ты убивать пуджа, тебя пудж разорвёт. Он тоже очень сильно здесь. Ну вот, хвосту дают просто сломать тавр. И Колы вообще не собираются его оборонять. Они что-то потупили, потупили и ушли. И хорошо, сейчас Na'Vi прижали Колу в 12000 перефарма, 7500 хп. Ну, перефарм, конечно, такой колоссальный из-за в основном тавров. Ну, в первую очередь из-за тавров. Не было бы этих 6 тавров забранных, то было бы тысяч, ну, не знаю, 6. А так, там 12-ка. В общем-то, это мало кого, конечно, волнует. Потому что Na'Vi забрали эти тавра и абсолютно заслуженно имеют этот перефарм. Пупею совсем чуть-чуть осталось до Блдстауна. Ну, когда он нафармит сейчас 1100 денег, ему нужно, он разберет манно-ботинок. У него появятся энердж-бустеры, он купит виталити-бустеры. У него соберется Блдстоун. Это будет неплохой такой, лишь раку-бонус. Так, морф, 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 морф. Монта. Ну, не за горами монта у него. Да, щита есть. Я думаю, он ни на какую выкуп отставлять не будет, учитывая Aegis. Поэтому сейчас он зафармит этих крипов, наверное, топнется домой, что ли. Скорее всего, потому что он уже в опасном месте. Да, и сейчас соберет себе монту. Ну, морфа пока все так себе. Что это за одна монтерна в 24-й минуте полная фигня? Вообще не страшно, не страшно. Прямо скажем тут. Ничего, он не представляет из себя этот морф пока что. Надо только, чтобы у него не прибавилось больше артефактов в ближайшее время. Потому что монта плюс какой-нибудь скаде уже может быть намного более плотено. Что у нас у Смайл? Смайл фармит и гоним. Нормально, Дэнди хотел хукнуть, отменил себе хук. БКБ фармит Дэнди. Кстати, хороший выбор. Хвост здесь. Поймали хвоста. А, кто еще кого поймал? Хвост здесь вязает БКБ. Просто откидывается, пока здесь просто хвост заезжал БКБ на самом деле и все. Ну, непонятно. Ну, то есть как, все понятно. На самом деле, хвост просто заезжал БКБ и ничего не произошло. Поэтому придется на ВИ отойти на время, пока у хвоста БКБ нет. Потому что, конечно, бонфлетер без БКБ разваливается очень быстро. Это время для коллов, в которые они могут что-то сделать. Пофармить ЕС свой, например, потому что дальше их Дэнди не пустит. Нет, Дэнди, Дэнди. Как там у Ласта, кстати, дела? Пайп есть. Будет, наверное, Аганим собирать. Вообще тут все могут по Аганиму собрать. И Дэнди может, и Пупей может. Хвост только не может. Но он может за компанию тоже собрать. Кстати говоря, идут колы просто. Потому что пока нету хвоста. Ой, хорош, улетел. Иксмайк просто, Дэнди, красавчик. И отлично здесь ставит отличную... Нет, стенка не очень отличная. Вот стяжечка была хорошая. Отвечает просто каким-то не очень понятным. Убивают ТС. ТС убил просто и будут гнаться Дэнди. Ну, ТС убил, будут гнаться за всеми остальными. На самом деле уже минус Фурион. И ТС уходит налево. У него есть только Монта, которую он привязал. Я думал, сейчас Пупей выйти на Дэнди. Было бы забавно. Вообще отлично. Дэнди снова начал драку. После чего колы не смогли вовремя среагировать. И их просто всех поубивали. Там отличность, ну, Лост. Правда, стенка постояла неудачно. Но это уже не сыграло никакой роли. Там Хан Монтана кастанул ульт. Но этот ульт ничего тоже не сделал. Здесь что-то ТС заблудился, по-моему. Эй, чувак, твоя база вон там. Вообще в другом месте. А не уйдет здесь никуда ТС. Он просто сейчас будет хукнут Дэнди и убит. Убит и съел его Дэнди. Просто фреш мид. Дэнди 9-2-9. 9-2-9. 6-2-10. Пупей отыгрывает очень хорошо. Пупей с Дэнди. Ну, все хорошо отыгрывают. Но Пупей с Дэнди особенно заметный. Пупей, конечно, вообще снизу очень круто все делал. Дэнди тоже. Здесь Джей ловит. Постреляет в него хвост. Не убьет, конечно. Ну, нормально там так, да, нормально. Чтобы не расслаблялся этот американец. Пускает ульт Джей. Сейчас он пролетит здесь. Неприятно. Но Смайл должен сразу отхилить Меккой. Да, и здесь Тавр. Напомним, здесь пол Тавра уже убивали Нави не так давно. Нет Глифа, кстати говоря. Где-то не так давно езжали Глиф. Ребята из Скол. И теряют. И теряют они здесь Монтана, который просто улетел. Его свапают. И все равно он умирает. Никакой свап ему не помогает. И Икс Майка тоже забирают. Здесь стягивают под Дэнди. Дэнди просто бежит в БКБ уже. Ему вообще пофиг. Может хукнуть. Даже это не нужно хукать. Он просто... Дэнди забирает Фуриона снизу. Забирают еще Флафенстафа, который играет на Визаже. Минус 4 здесь в отличном стиле. Нави сейчас выигрывает эту игру. А в том, что наши украинские друзья победят здесь. Я не сомневаюсь. Да, кол пишут GG. И это 1-0 за Нави. Вторая игра, я думаю, начнется минут через 5. Небольшой перерывчик нужен всем. Включая меня. Пойдет, делающий Наверно кофе. И мы будем смотреть следующую игру. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами.